Мы уже вспоминали, что артикли в английском языке делятся на определенные и неопределенные. Сегодня мы поговорим о неопределенном артикле. Неопределенный артикль исторически образовался от числительного one. Из этого следует, что он может употребляться только с существительными исчисляемыми и в единственном числе. Этот артикль может иметь две формы, a или an. Мы используем форму a, когда слово, следующее за артиклем, начинается с согласной. Например, a snowboard. N используется в том случае, если после него стоит гласный звук. Например, an umbrella, an orange tent. Несмотря на кажущуюся простоту, употребление неопределенного артикля зачастую вызывает сложности у учащихся. Поэтому сегодня мы остановимся на случаях его употребления подробнее. Итак, мы будем использовать неопределенный артикль a или an, когда впервые говорим о предмете, и наш собеседник ничего о нем еще не знает. Например, I've got a snowboard, and I like to ride it. Для того, чтобы классифицировать предмет или объект, то есть отнести его к определенному классу, например, говоря о работе, мы также будем использовать неопределенный артикль. Например, my brother is a doctor. Мы подразумеваем, что он не учитель, не пилот, не инженер, а именно доктор. Давайте рассмотрим следующие ситуации. John sat down on a chair. Джон сел на стул. Возможно, на один из многих стульев в комнате, не на кресло, не на диван, а именно на стул. Мы подразумеваем определенный стул. Если предмет или лицо рассматривается как один из многих, из ряда других аналогичных предметов, на что чаще всего указывает определение, мы тоже будем использовать неопределенный артикль. Обратите внимание на описательный атрибут. Неопределенный артикль используется, когда мы хотим указать периодичность действия со словами, обозначающими время. В таких предложениях чаще всего используется the present simple tense. Например, Я хожу к врачу раз в год. У моего брата английский два раза в неделю. В таких ситуациях неопределенный артикль выражает значение один, one. Неопределенный артикль используется с такими словами и выражениями, как, например, A great deal, a great many, a number, a little, a few, to be at a loss, to be in a hurry, as a rule, it's a shame, it's a pity. There is a little milk on the table. Мы используем неопределенный артикль с существительными неисчисляемыми, когда подразумевается определенный объем или порция. Например, Let's have a walk. Can I have a coffee, please? I had a swim before breakfast. And now let's do some exercises to practice this rule. On the screen you are going to see the sentences. Please fill in the gaps with the indefinite article. One. He's got a motorbike and he likes to ride it. Two. She is an actress. Three. My friend drives a red car. Four. I go to football once a month. Five. Oh, that's a great idea. Six. Bring me a cup of tea, please. Seven. I visit my granny once a week. In this lesson we have discussed the indefinite article. I hope that now you understand it better. But don't forget to practice it as more as possible. And I will see you at our next lesson. Goodbye. Why. Определенный артикль the образовался от указательного местоимения this. Он может употребляться как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными в единственном и во множественном числе. Трудности иногда вызывает прочтение этого артикля. Для этого нужно запомнить простые правила. Если после артикля слово начинается с согласного звука, то артикль будет читаться как the. Например, the table. Он также может читаться как the, если после него стоит гласный звук. Например, the elephant. Случаев употребления определенного артикля достаточно много. Мы можем выделить только некоторые основные. Например, этот артикль употребляется в тех случаях, когда предмет или объект уже известен или о нем говорилось ранее. Например, I've got a dog. The dog is black and white. Определенный артикль также всегда используется, когда речь идет о существительных, уникальных, единственных в своем роде. Например, the earth is round. Существительные в английском языке подразделяются на исчисляемые и неисчисляемые. К исчисляемым относятся предметы, объекты и другое, поддающееся подсчетам. Такие существительные могут использоваться как во множественном, так и в единственном числе, употребляться как с определенными, так и не с определенными артиклями. Исчисляемые существительные могут быть как предметными, так и собирательными. К предметным относятся такие существительные, как, например, a pupil, five pupils, a table, many tables, an engineer, engineers. К собирательным относятся такие существительные, как a family, families, an army, armies, a team, teams. К неисчисляемым существительным принадлежат слова, которые обозначают вещества или понятия, которые мы не можем посчитать. Такие существительные не употребляются с неопределенным артиклем и используются только в единственном числе. Неисчисляемые существительные используются с такими местоимениями, как much, например, much milk, little, little water, some и any. Неисчисляемые существительные могут быть вещественными или абстрактными. К вещественным относятся такие слова, как, например, продукты, например, water, bread, tea, wool, oil, air. К абстрактным могут относиться действия, состояния, природные явления или чувства. Существительные, обозначающие вещество, могут иногда использоваться с артиклями, когда они обозначают порции. Например, can I have a coffee, please? The present simple tense выражает обычное регулярное действие в настоящем. Для того, чтобы построить это время, нам потребуется смысловой глагол в первой форме. Например, I play tennis. You play tennis. Обратите внимание, что для местоимений he, she, it к смысловому глаголу мы добавим окончание s. Например, he plays tennis. She plays tennis. При образовании вопросительных высказываний нам потребуется вспомогательный глагол do или does. Здесь наш выбор будет зависеть от местоимений. Если мы видим местоимения he, she, it или слова их заменяющие, мы выберем does. Например, does he play tennis? Обратите внимание, что в этом случае смысловой глагол теряет окончание s. Во всех остальных случаях, то есть со всеми остальными местоимениями, мы будем использовать глагол do. Например, do we play tennis? Если мы хотим построить отрицательное предложение в present simple, то мы будем использовать вспомогательные глаголы do или does с частицей not. Don't, doesn't. Здесь наш выбор снова зависит от местоимений. С местоимениями he, she, it и словами их заменяющими будем использовать doesn't. Например, he doesn't play tennis. Или полная форма he does not play tennis. Во всех остальных случаях будем использовать don't. Например, we don't play tennis. Или полная форма we do not play tennis. В разговорном английском чаще употребляются сокращенные формы.